Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наше исследование в области прикладного применения языка идиш в современном мире. И у нас есть какие-то слова, может быть, не самого такого позитивного направления. Ну вот, например, слово сумасшедший, чокнутый, придурок, вот такого плана. Мишигана. Не путайте со штатом Мичиган, который по-английски был бы Мишиган. Мишиган, да, тут много шуток над тем. Но Мишигана. Мишигана, это когда один. Когда их несколько, то они будут Мишигуем. А слово Гоем там не присутствует. Мишигуем это просто множественное число. Мишигуем. И почему, да, может быть, человек сам по себе не чокнутый, но у него есть какой-то бзик. Этот бзик называется Мишигаз. Вот у него есть какой-то Мишигаз. Он что-то ему вбрело в голову. Вот он хочет, там, я не знаю что, но обязательно сделать свой стартап. Вот. У него есть Мишигаз такой. Ну, это еще неплохой Мишигаз. Бывает обычно. Обычно Мишигаз это что-то более негативное. То есть, когда человек хочет сделать стартап, он может быть просто амбициозный и все. А какой-то вот у него есть такой Мишигаз. Значит, еще раз. Мишигена. Мишигуем, когда их много. Мишигаз. Это сам по себе бзик. Хорошо. Теперь есть несколько выражений, имеющих практически тот же самый смысл, хотя не обязательно точно такой же перевод. Но смысл такой, что ой, там, о боже. Дословно это может быть о боже, о горе мне, о боже мой и так далее. Но вот как бы употребляется абсолютно синонимично. Значит, вы можете сказать вей из мир, да? Ой-вей. Ой-вей. Самая короткая. Ой-вей. Там, да? О горе. Ой-вей. Вей из мир. Да? Горе мне. И представьте себе, вот какой такой, как бы привкус получается. Вот, допустим, читаем мы Пушкина. И говорим, да? Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог, да? Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука, да? Представьте себе. Вы говорите себе. Его пример другим наука. Но вей из мир, какая скука. Чувствуете, как заиграло произведение бессмертное? Значит, так, я пойду проверю, что там у меня в аналог. Секундочку, значит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, Азоханвей, вей из мир. Ой-вей, Азоханвей, да, то же самое. Цурес. Цурес, это буквально горе, проблема, напасть, несчастье. Вы можете сказать, зачем мне эти цуры с на мою голову, да? Вот такие горе, несчастье, беда, проблемы, вот в таком, в широком смысле. Ну и, наверное, давайте мы, раз мы сегодня такие более-менее негативные такие слова изучаем, мы возьмем слово дрэк. Дрэк, слово немецкое. Ну и, соответственно, оно выйдешь, пришло, было перенято из немецкого дрэк. Дословно, это дерьмо. Есть масса пословиц, поговорок с этим словом, вот в том же немецком языке, там, идиом всевозможных и так далее. Но, помимо того, что вот дерьмо это дерьмо, так сказать, как продукт такого животного организма, есть очень много, как бы, оттенков. Это может быть, например, товар низкого качества, да? Есть замечательное такое выражение, общеупотребительное, дрэк мид фефер. Дерьмо с перцем. То есть, как бы, что-то такое навороченное, но все равно дерьмо. Вот тут женщина у меня написала, что вот у нее муж, значит, в детстве, когда он был мальчиком, и плохо кушал. Бабушка ему говорит, а, ты этого не хочешь, и ты этого, может быть, ты хочешь дрэк мид фефер. И мальчик думал, не понимая, так сказать, что бабушка конкретно говорит, мальчик думал, что это что-то такое изысканное какое-то блюдо, на которое у бабушки, может быть, нет денег. Но вот на самом деле она ему говорит, может быть, ты хочешь дрэк мид фефер, то есть дерьмо с перцем ты хочешь. То есть она это говорила в гораздо более негативном таком ключе, чем мальчику могло показаться. Он просто не знал, в чем смысл, а так бы переживал всю жизнь. Жена говорит, она когда прочитала, у меня список там под каждым видео с переводом, там со всем нашим, так сказать, лексиконом, вот, она говорит, не могу дождаться, пока муж с работы придет, чтобы ему рассказать. Дрэк мид фефер. Вы можете этот дрэк мид фефер говорить как, допустим, выражение вашего отношения к чему-то низкокачественному, но с претензией. Вот, допустим, человек там написал что-то, типа он умный очень, да, дерьмо с перцем. Ну, то есть ты, конечно, там приперчил, но оно было дерьмом и осталось дерьмом. Вот, такого плана. Вот, наверное, друзья, на этот раз нам и будет достаточно. Значит, я еще раз, поскольку за рулем, тут у меня списочек. Значит, итак, у нас есть Мишигане, да, сумасшедший, у нас есть Азоханвейвейзмиройвей, это горе мне, аналог, это боже мой. У нас есть Цурес, эти несчастья, зачем мне эти Цурес на мою голову. И у нас есть Дрэк, такой некачественный, некачественный какой-то продукт. Ну, собственно, мы и по-русски, так же скажем, дерьмо имеет гораздо более широкий такой фронт применения. Все, друзья, спасибо. И остался у нас еще один сюжетец, который я сейчас вот запишу, чтобы закончить этот плейлист. Редактор субтитров А.Семкин